Пётр Первый далеко не Пётр Первый, как бы это кому не хотелось. Да, московиты назвали своего деятеля Петром, и да, в их истории он первый. Но коль они пытаются свою историю как-либо рассматривать в контексте истории Руси, и по неведомым никому в этом мире причинам вписывают всё-таки свою историю в историю Руси, пытаясь таким путём удревнить себя. Это глупо, это всё равно как, не знаю, если какому-нибудь человеку нечем гордиться самому, он будет гордиться достижениями своего отца или достижениями своего деда. Я с такими людьми встречался. Я, в принципе, практически с детства, если что-то сделал, ну, я это сделал, если не сделал, ну, фиг с вами, как бы. Но я встречался с людьми, которые сами из себя ничего вообще в жизни не представляли, но при этом они рассказывали, что у них там или мама очень хорошая, или папа на какой-то там вообще такой должности, что я должен услышать ту должность, офигеть от ужаса, и их воспринимать в контексте того, что у них там папа на какой-то там должности. Какой мне к чёрту ты ихний папа? Я вижу перед собой кого-то этого экземпляра, и, по идее, я отношусь к экземпляру за его заслуги, за его недостатки, по его параметрам, а не потому, что у него там папа или мама. У всех есть какой-нибудь папа, у всех есть какая-нибудь мама. И если у кого-нибудь, допустим, не знаю, родители были бомжом, ну, бомжами, точнее, или какими-то алкашами, убийцами, путинистами, но сам человек станет достойным, сам человек станет каким-нибудь Эйнштейном, то это будет намного более величественный пример, чем если, не знаю, у какого-нибудь того же Эйнштейна дети, чёрт пойми кто, что о них вообще даже говорить не хочется, потому что они недостойны не только у Эйнштейна, у моего духовного учителя, его биологический сын такой, что, как бы, считай, что его и нет. И у многих других достойных людей такая же фигня проявлялась. Так в каком-то смысле и с государствами. Те государства, которые сами из себя что-то представляют, они это из себя и представляют. Соединённым Штатам для того, чтобы быть доминирующей силой на планете, не нужно присваивать себе историю Британии или присваивать себе через историю Британии ещё историю Римской империи. Соединённые Штаты имеют свою пусть и небольшую, но молниеносную историю, на протяжении которой они из разрозненных, вообще нищих, вонючих колоний смогли превратиться реально в процветающую, доминирующую страну, которой остальные завидуют, к которой остальные прислушиваются и у которой остальные просят деньги. Рефия, всячески примазываясь к истории Руси и Украины, в частности, и примазалась к теме Рюриковичей, и в частности попыталась примазать своих Петрушек и прочую нечисть тоже как-то к этому всему. Так вот, их Пётр Первый далеко не первый. Я сейчас буду говорить даже не о том другом короле Петре Первом, который был украинцем и о котором в своё время рассказывал Алфёров. Дело в том, что и тот Пётр Первый также не первый. Тот Пётр Первый именно как король. И да, задолго до появления на московских, на питерских болотах потешного Петрушки Первого, который трясся в эпилепсии и не знал, чем бы ему заняться. То ли кому-нибудь юбки укоротить, то ли бороды, то ли ещё что-нибудь в таком духе. А задолго до этого в Украине уже был король с именем Пётр, который имел регалии от, соответственно, западных христиан и от Византии. Но тот тоже чуть другая история. А был и тот наш князь, который не настолько западом синхронизировался, чтобы получить статус короля, ну или чтобы, по крайней мере, его как-то подтвердить. Но он, по сути, являлся наследным цисарем. То есть, как бы его юридический статус в чём-то даже интереснее, чем... Там же ж, когда князь Святослав завоёвывал Болгарию, то и титулы их болгарского царства Святослав, получается, перебрал на себя. Перебрал на себя, он их передал своим детям. Да, сейчас я говорю про нашего князя Ярополка Святославича. В ранней истории династии Рюриковичей, ещё до того, как Владимир занял Киевский престол, был у нас законный киевский великий князь, преемник своего отца, великого князя Святослава, князь Ярополк. И дело в том, что, несмотря на то, что Святослав перед этим победил Хазарский Каганат, несмотря на то, что перед этим Святослав подчинил себе Болгарию, и все державные регалии болгарских царей также перенял таким путём, несмотря на это всё, Ярополку было достаточно сложно. И вот в своей сложной ситуации Ярополк вёл активные переговоры, в частности, и с Папой Римским, и с Западом, и, в частности, принял у них фейковое крещение. Я это крещение называю фейковым, потому что, как княгиня Ольга, как ряд других ранних деятелей Руси, не считая Аскольда и не считая Владимира, многие ранние деятели Руси принимали такое вот фейковое, как сейчас говорят, крещение, для того, чтобы, с одной стороны, достичь какого-то взаимопонимания с христианскими правительствами, а с другой стороны, они в реальности не собирались ничему такому следовать, и они в реальности следовали именно ведической традиции, а к христианству относились, ну, с несколько такой нисходительно-сострадательной точки зрения и не больше того. Так в своё время действовал, вероятнее всего, ещё и Рюрик, потому что даже про Рюрика есть упоминание о том, что христианский епископ хочет наложить на него эпитимию. Если бы Рюрик, по крайней мере, не сделал вид, что он принимает христианство, то, соответственно, на кого было бы накладывать эпитимию? Получается, не на кого. Больше того, Рюрик несколько раз делал вид, что принимает христианство, и в одном из таких крещений получил имя Иосиф. Это при всём при том, что христиане убили его семью, из которой он происходил, то есть даже его родную мать. Это при всём при том, что христиане потом убили его, в общем-то, первую жену и детей. Это при всём при том, что Рюрик большую часть жизни потратил на то, чтобы вырезать самые такие отъявленные кадры христианских, образно говоря, крестоносцев, епископов всяких. А в их военачальниках крови он даже красил свою мантию. И оттого произошёл обычай у Рюриковичей и тех, кто почитают Рюрика, что каждого вражеского военачальника, убивая, как бы человек отдаёт Рюрику, как бы приносит жертву Рюрику, образно говоря. Для этого просто, заметив вражеского военачальника, во время войны нужно провозгласить, что этот враг будет отдан Рюрику, и дальше этого врага стоит уничтожить так, чтобы из него пролилась кровь. И таким путём по ведическим канонам описывается, что когда Рюрик получает такие вот подношения в высших мирах, его красная мантия переливается всеми сполохами всех огней. Ну, в тех же случаях, когда долгое время он не получает такого рода подношений, его багряная мантия просто выглядит в виде такой багряной, ну, просто мантии с разными орнаментами. Но это уже аспекты ведических верований, в рамках которых Рюрик почитается как бог, как святой, праведный князь, без каких-либо к нему претензий. В ведических писаниях можно найти претензии даже к некоторым древним богам, типа Стрибога, тем более к Велесу. Но вот к Рюрику в ведических писаниях претензии не найдены. В ведических писаниях рахманской традиции, которые, правда, сейчас не являются общепризнанным историческим источником, и которые большинством историков просто не воспринимаются. Тем историкам, тем лингвистам, которым я предоставлял какие-то элементы писания рахманской традиции, они не удосуживались, чтобы сделать какой-то серьезный труд. Ну, как, допустим, те, которые сделали труд против Велесовой книги, то эти не делали, может, еще со временем сделают какие-то, но те, кому я предоставлял, они не сделали пока какой-то осмысленный труд, в котором бы пытались доказать, что тексты рахманской традиции – это подделка, или что они какие-то поздние, или еще что-нибудь такое. Ну, просто они их не понимают, как рассматривать в контексте их собственной философии, их собственного мировоззрения. Чаще всего, когда я кому-либо вообще предоставляю тексты рахманской традиции, я сталкиваюсь не с проблемой того, что типа каких-то доказательств не хватает, не с проблемой того, что как бы эти тексты похожи на какую-то подделку, или еще что-нибудь. Я сталкиваюсь с тем, что люди, когда читают девять основ духовного развития, когда понимают, что ведические писания – это правда, и, по сути, им предлагается сделать выбор или стать на путь духовного развития. И тогда они будут развиваться. Ну, или они могут оставаться в таком вот луже невежества, в которой они находятся, но, по сути, они остаются в луже невежества. Это людям не нравится. Людям хочется, будучи в луже невежества, во-первых, иметь надежду, что их когда-нибудь Боженька заберет в рай. За что? Да не за что, просто так. За красивые глазки, а может даже и не за глазки, просто за вонючую жопу, просто за то, что они такие выродились, просто за то, что когда-то их на мамка не сделала аборт, или их на и папочка кончил ей не в задницу, допустим. Просто за то, что вот они такие выродились, то есть Бог теперь их должен любить и спасать. Ведическая философия говорит в точности о обратном, о том, что самим есть способ заслужить, создать буквально спасение. И Рюрик, кстати, был одним из тех, кто пытался это самое спасение и для себя, и для человечества создать. Повергая врагов, создавая сначала свою Балтийскую империю, а позднее и, в общем-то, реставрацию киевской державы, или Русь Рюриковичей. Рюрик именно планировал это все как государство, которое в дальнейшем должно было бы объединить вокруг себя всех славян, ну а в дальнейшем упорядочить все человечество и повести человечество путем духовного развития, путем к достижению истинного всестороннего совершенства. Но люди не поддержали Рюрика тогда, люди не поддерживают меня сейчас, люди выбирают ковыряться в грязи, в гною и быть, по сути, сами грязью и гноем, вместо того, чтобы воссиять подобно огненным соколам, сынам Всевышнего истока бытия, истока пламени Всевышнего Солнца Бога. Которого почитал Рюрик, с которым в духовном мире воссоединился Рюрик в вечном священном служении. Но это другая чуть-чуть история. Так вот, да, про ранних Рюриковичей, как и про поздних Гедеминовичей, в официальных, вполне себе признаваемых текстах, есть куча упоминаний о том, что они некоторые по несколько раз принимали и все никак принять не могли христианство. Ну, потому что на самом деле они не хотели его принять, просто, они крестились у одного деятеля, потом у другого, те таким путем за ними признавали их же собственное владение, и таким путем меньше их доставали, что было Рюрику и его потомкам выгодно. И, в общем-то, такие факты в действительности есть. Я это сейчас рассказываю в контексте того, что если кто-то полезет, допустим, исследовать вопросы о Рурике, фресландском, есть свидетельства даже про то, что вероятнее всего и князь Олег, по крайней мере, один раз, ну, типа, проходил крещение. То есть, по крайней мере, он разрешил какому-нибудь христианину рядом с ним постоять, почитать свою абракадабру и посчитать, что тот его крестил. Этот весь нюанс давал еще тот, ту составляющую, что у ранних Рюриковичей таким путем появлялся дополнительный набор имен. То есть, одно, допустим, из крестильных имен, соответственно, Рюрика, это Иосиф. Другое, допустим, имя княгини Ольги, это Елена. Имя князя Ярополка, это Петр. Ну, потом всем известно Владимир, это Василий. Потом всем известно, дальше Ярослав, это Георгий и так далее. Ну вот, Владимир, Ярослав, это уже более поздняя составляющая. Однако и у, так сказать, довладимирских Рюриковичей бывали и эпизоды фейкового крещения. Чуть ли не у каждого. Единственное, за кем? Так, за Диогеном и за Трувором. Я не знаю, чтобы их крестить. Ладно, еще Синеус. Диоген, Трувор и Синеус. Вот это три брата Рюрика, которые, вероятнее всего, не были крещены. Ну, или, по крайней мере, я не знаю об этом. Все остальные Рюриковичи тогда часто проходили фейковое крещение. То есть, они даже не проходили, по сути дела, крещение как обряда. Они не говорили никакую там абракадабру. Они не особо разрешали, чтобы над ними какую-то слишком замутненную абракадабру произносили. Но они призывали попа. Поп видел, что там вооруженные серьезные люди. И как бы объясняли ему, что он должен там чуть-чуть, по минимуму, свои абракадабры произнести. Сказать, что они крещены. Получить свои 30 серебряников. И идти с миром пока живой. Ну, и, соответственно, в своих всех документах зафиксировать, что данный князь крещеный. Этот нюанс записан и арабскими авторами. Потому что, чтобы торговать с арабами, Руси также приходилось выдавать себя за христиан. Арабские авторы вообще в этом плане описывают достаточно странный нонсенс. Они описывают торговцев от Руси, которые были от кончиков ногтя буквально до ушей и статуированы всевозможными орнаментами. Понятно, что это не христианские орнаменты. Понятно, что там и не изображали ни 10 казней египетских, ни чего-нибудь такое. Понятно, что они изображали орнаменты ведической символики, такой же, как на тогдашней вышивке, такой же, как на разнообразных камнях. То есть, это вязь. Это славяно-кельто-германская вязь, так называемая. Вот в рамках таких орнаментов вязи были и статуированы купцы и воины с Руси, которых встречали, в частности, арабы. И описывают, что они все поклоняются мечу. Описывают, что они сжигают умерших на ладье, отправляя их в посмертие. Описывают много других чисто ведических обычаев, чисто ведических обрядов. Но также описывают, что эти русы выдавали себя за христиан, потому что с неавраамическими религиями арабы-мусульмане тогда знаться не хотели. А с христианами они торговали. При нюансе, что христианину приходилось заплатить джезю, то есть, налог за то, что он не является мусульманином, и свободно себе среди мусульман какое-то время он мог жить, торговать, никто к нему дальше не привязывался. В мусульманских странах авраамические религии, то есть, иудаизм и христианство, вполне себе могли существовать. Ни иудеев, ни христиан никто не бил, не убивал, не ел. Просто с них брали налог. В этом плане мусульмане повели себя вполне логично. В общем-то, христиане в некоторых случаях делали также разные такие вот косвенные мотивации для подданных своих стран переходить в христианство или переходить из другой версии христианства в ту версию, которая на тот момент в той или иной стране была доминирующей. Например, во времена Юстиниана в Византийской империи он прикладывал все усилия, чтобы люди из арианства, из других версий, переходили в никейство. Во времена Речи Посполитой тогдашняя католическая верхушка Польши прикладывала все усилия, чтобы знать Великого княжества Литовского и Руси переходила в католичество. То есть, это известные факты. Но мусульмане действовали таким же способом. Они с неверных брали просто налог. И именно по такому принципу, именно для того, чтобы облегчить себе взаимодействие, то есть, торговлю с мусульманами, Рюриковичи, в частности, также получали фейковое крещение. И многие, те, кто чуть-чуть сковерялись в истории, высказывали мне такую претензию, что типа, я недостаточно хорошо доказал факт того, что Гедеминовичи это прямая ветвь Рюриковичей. Ну, во-первых, у Гедеминовичей и Геральдика Рюриковичей. Во-вторых, можно, если поковеряться в династических списках, то от, соответственно, Святополка, его сына Скалополка, дальше прямую линию проследить, в общем-то, до Скаломенда. Но это если коверяться. Если не коверяться, просто скажу так, ориентируйтесь на Геральдику. У Гедеминовичей герб был так же вариацией Тризуба, как и у Рюриковичей. У Рюриковичей были разные версии Тризубов. Вот одна из версий Тризуба была и у Гедеминовичей. Кстати, у Гедеминовичей чуть-чуть тоже были вариации этого самого Тризуба. Правда, их было не настолько много, и они были не настолько разноплановые, как, соответственно, у Рюриковичей. И вот, кроме Геральдики в виде Тризуба, кроме имен, кроме многих других нюансов, еще и отношение к христианству – это то, что роднит Гедеминовичей с Рюриковичами. Это то, что показывает преемственность довладимирского отношения к христианству. Потому что Рюрик, в принципе, не желал никак отдавать свои земли, свой народ на насильственное крещение. Но сам Рюрик мог типа получить фейковое крещение, чтобы какой-нибудь франкский император мог нормально за ним зафиксировать его титулы, называть его там Барбаром, Рексом или Венецким, соответственно, королем, то есть в разных вариантах, зафиксировать, по сути, за Рюриком, и что у него есть владение во Фрисландии. Да, те, кто ссылаются, что Рорик фрисландский там всего лишь владетель некоторых земель, учтите, что и в более ранние, и в более поздние времена у многих царей, королей, императоров было их основное государство, а помимо основного у них могли быть владения на разных других территориях. И больше того, даже более поздние любые европейские короли все равно считались подданными императора Священной Римской империи, потому что это еще происходит из взаимодействия готских и других германских правителей с Римской империей, где вот те или иные короли готов, бургундов и других, они признавали, что они хоть и правители для своих стран, для своих народов, но над ними все равно верховенствующую власть имеет римский император. Потом Римская империя распалась на две части, потом все это дело шло, но когда себе права былого императора Западной Римской империи попытались перебрать франкские императоры, то, в общем-то, и ровно такие же взаимоотношения с другими европейскими правителями они попытались выстроить. Поэтому, да, типа в некоторых текстах сказано, что Рорик Ютландский был вассалом какого-то там франкского императора. Но это не следует переоценивать. У Рорика, у Рюрика на тот момент была, по сути, своя империя по всей Балтике. Я это в некоторых видео уже касался, в следующих еще буду детальней по каждому из пунктов проходить. Сейчас это размышление по большей части касательно отношения Рюриковичей к христианству. Рюрик и его последователи сами христианство не принимали, но они разрешали христианскому жречеству провести над ними фейковый такой ритуал и в некоторых случаях за это обещали, соответственно, не уничтожать христианские церкви и разрешить части своих воинов по желанию принимать христианство. Причем, как правило, таким путем они также легализировали далеко не навязываемые из Рима версии никейского христианства, а как раз легализировали каких-нибудь ариан, монофизитов или еще кого-нибудь из числа тех христианских меньшинств, учения которых вполне себе могли проникать на территории последователей ведической традиции. Поэтому и тут все было как раз не для того, чтобы принять христианство, а для того, чтобы как раз его максимально не принять и для того, чтобы максимально сохранить свою веру и те версии свободного раннего христианства, которые официально римско-константинопольская церковь пыталась уничтожить. Дальше. Такой же политики придерживался Игорь, такой же политики придерживался Олег, такой же политики придерживалась княгиня Ольга, отличие в Аскольде, который на полном серьезе хотел крестить своих подданных, отличие в Святославе и Владимире. Святослав, в отличие от своих предков, вообще не хотел с христианством заигрывать, хотел полноценно, по возможности, избавиться от влияния христианства, даже пусть минимального, но все равно от какого бы то ни было, от каких бы то ни было связей с христианством. Но ему это не удалось. И дальше Владимир со временем, какое-то время он экспериментировал, а потом решил уже полноценно удариться в христианство. И дальше после его смерти также наступила определенная смута, а дальше та версия взаимодействия с христианством, которую уже избрал, в общем-то, его сын Ярослав, это также уже была не совсем та модель, которую хотел продвигать Владимир. Потому что во времена Ярослава, с одной стороны, поддерживалась и дружба с Византией, а с другой стороны, Ярослав дал добро на реставрацию всевозможных тех древних христианских ответвлений, которые за всю тысячу лет существования христианства бежали с территории Римской империи на Русь. И даже, в принципе, если взять тот символ веры, кстати, который описан как символ веры, той, в которую крестился Владимир, он не совсем соответствует никейскому христианству, а он соответствует именно арианскому христианству. Но это уже другие обстоятельства. Тем не менее, фиксируем для себя, что среди Рюриковичей, начиная как минимум от самого Рюрика, к христианству существовало чисто потребительское отношение. То есть, Рюриковичи исповедовали родную веру, но в некоторых случаях, чтобы, так сказать, чтобы для народа добиться каких-то нюансов или добиться дополнительной легализации своих прав на владение своей страной, они проходили фейковые версии крещения. И дальше, если почитаем, как Гедеминовичи относились к христианству, когда они то, типа, были готовы креститься у Папы Римского, то у Константинопольского представителя, то у того, то у другого, то у этого, и такие говорят, «Не, мы вот уже точно крестимся, слушай, слушай, Папа Римский, помоги мне вот в том и том деле, и на следующий год я уже точно крещусь». Понимаешь, Папа Римский? Вот я... А нет, стой, Папа Римский, я не через год, я через два крещусь. Ну, слушай, ты сейчас от меня крестоносцев своих убери, пожалуйста, потому что, как бы, ну, мне же не надо крестоносцы, я же без них крещусь через два года, ну, в смысле, через три года, Папа Римский, понимаешь? Потому что Бог любит Троицу. Видишь, Папа Римский, я уже начинаю понимать христианство. Вот приблизительно в таком духе переговоры с Ватиканом, с, собственно, католической церковью, как и с Константинопольской церковью, как и с теми христианскими иерархами, которые сидели в Киеве и так далее, вели, соответственно, Гедеминовичи. Гедеминовичи на протяжении столетий, там, до 15-го, чуть ли не до 16-го столетия, дали возможность сохранить осколки своей родной веры. Практически до унии по соединению Литвы и Польши официально были некрещенными в большинстве своем и исповедовали родную веру. Но в то же время активно взаимодействовали с европейскими странами. В то же время некоторые из них иногда крестились. Про некоторых из них тоже это все можете почитать из вполне себе официальных, вполне себе открытых источников. Они иногда могли покреститься для какой-то цели, а спустя время отказаться от этого самого крещения. Еще больше было случаев, когда они даже в прямом смысле не крестились, а только лишь говорили, что мы покрестимся, мы покрестимся. И, в общем-то, христиане уже потом чисто из своих соображений говорили, что они покрестились, а они так и не крестились. Потом говорили, да мы же и не крестились. Ну или когда они, соответственно, в каких-то обстоятельствах крестились, а потом омывались и отказывались от этого самого крещения. Поэтому за Гедеминовичами даже особо не приживались никакие дополнительные христианские имена, хотя и некоторые из них также их получали. Ну а сами имена Гедеминовичей, там есть и Миндоуг, отсылка к имени отца Тилы, Маджака, Маздака. Ну, то есть и прочтение Миндоуг, и прочтение Маджак, это всё равно современные и ошибочные, потому что нет ни у меня, ни у других людей нет правильного произношения тех звуков, как оно правильно звучало. А в древности это имя звучало чуть по-другому, но совмещая в себе особенности таких именов. И те же самые имена Гедемин, Скаломенд, Витень и другие, это всё, которые при желании можно найти, и аналогичные им имена, и в истории раннего средневековья, среди славянских, гумбских, а иногда готских и даже франкских правителей. И, в общем-то, это древние классические ведические имена, во многом незамутнённые и незатронутые каким-либо христианским влиянием. Такие вот дела.